Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – примеры использования экспертных систем в экономике. По плану рассматриваем следующие вопросы. Информационная технология в сфере экономики управления, особенности экспертных систем экономического анализа, экспертная система анализа финансового состояния предприятия. Информационная технология в сфере экономики и управления тесно связана между собой, так как под понятие управления попадают практически все экономические процессы. Поэтому трудно выделить какую-либо информационную технологию, являющуюся чисто управленческой или экономической, и зачастую они рассматриваются как одно целое. При этом информационные технологии в сфере экономики управления могут быть характеризованы как комплекс методов переработки разноцененных исходных данных в надежную оперативную информацию для принятия решений с целью оптимизации рыночных параметров объекта управления. Объектом управления может быть как предприятие в целом, так и отдельный технологический и организационный процесс. Информационные технологии являются функциональными компонентами других видов технологий, например, производственных, организационных и социальных, выполняют роль их интеллектуального ядра и позволяют значительно повысить их эффективность. Конкретным воплощением информационных технологий в управлении экономики является информационной системой, то есть упорядоченной совокупности документированной информации и информационных технологий, функционирующих на уровне фирмы или большого предприятия. В последнем случае информационная система является корпоративной, поэтому рассмотрим далее возможную классификацию основные этапы рыва этих спортов. Общие недостатки традиционных информационных систем заключаются в славе адаптивности к изменениям в предметной области, информационным потребностям пользователей, вне возможности решить плохо формализуемые задачи, с которыми управленческие работники постоянно имеют дело. Перечисленные недостатки устраняются в интеллектуальных информационных системах. Анализ структуры программы показывает возможность выделения из программы операционного знания в так называемую базу знаний, которая в декларативной форме хранит общие для различных задач единицы знаний. При этом управляющая структура приобретает характер универсального механизма решения задач, который связывает единицы знаний в исполняемой цепочке в зависимости от конкретной постановки задачи, такие информационные системы становятся системами, основанными на обработке знаний. Для интеллектуальных информационных систем, ориентированных на генерацию алгоритмов решения задач, характерны следующие признаки развития коммуникативных способностей, умение решать сложные и плохо формализуемые задачи, способности самообучения. В настоящее время на стадии развития информационных систем находятся достижения в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – область информатики, целью которой является разработка систем, которые смогут думать, а также видеть, слышать, разговаривать, чувствовать. Например, AI-проекты, включающие разработку естественных интерфейсов компьютера, ускорили развитие индустриальных роботов и разумное программное обеспечение. Главный толчок к этому – развитие функций компьютера, обычно связанных с человеческим интеллектом, типом рассуждений, изучений и решений задач. Архитектура и экспертность системы экономического анализа во многом зависят от цели и глубины анализа внешнего или внутреннего. Целью внешнего анализа предприятия является определение общего состояния предприятия, то есть интерпретация его экономического положения с точки зрения выявления возможности эффективного взаимодействия с ним внешних организаций. Таким анализом занимаются банки при выдаче кредитов, инвесторы при размещении своего капитала, фирмы-партнеры при осуществлении закупочной, сбытовой или подрядной деятельности. Наиболее зарекомендовавшим себя методом внешнего анализа, интегрирующим множество различных экономических показателей предприятий, служит рейтинговый метод, который формирует снизу вверх интегральную оценку финансового состояния предприятия. Примером экспертной системы внешнего анализа является система оценки кредитоспособности предприятия, в которой общая оценка кредитоспособности суммируется из оценок отдельных факторов с учетом их весовой значимости на общую оценку. Для внутреннего экономического анализа свойственен поиск направления, повышение эффективности деятельности предприятия, то есть диагностики узких мест, определения рекомендации по их распространению. В основе диагностики лежит метод последовательной декомпозиции сверху вниз или дезагрегации целой части, когда проблема последовательно разбивается на подпроблемы, пока на каком-либо уровне не станет ясным, какая подпроблема действительно имеет место. Примером применения декомпозиционного метода к построению экспертных систем служит система внутреннего финансового анализа Finex. В случае применения экспертных систем внутреннего финансового анализа Finex, экспертиза осуществляется автоматически на основе введенных данных финансовой отчетности, при этом анализ финансовых показателей выполняется последовательно по принципу сверху вниз и слева направо в соответствии с делевом взаимосвязи показателей. В случае обнаружения некоторого узкого места может быть включен диалоговый режим работы с экспертной системой, в котором система последовательно опрашивает пользователей на предмет качественной оценки тех или иных процессов, причем вопросы задаются в порядке, зависящие от предыдущих ответов. Функциями экспертной системы финансового анализа предприятия являются вот и проверка правильности состояния бухгалтерской отчетности, анализ финансового состояния предприятия, анализ результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия и диагностика эффективности использования ресурсов. В ходе ввода и проверки бухгалтерской отчетности осуществляется логический контроль зависимости различных статей, баланса предприятия, отчета о финансовых результатах и их использовании, справки к этому отчету, и переложении к балансу. При этом правила логического контроля выполняются последовательно по декомпенсационному методу. Анализ финансового состояния предприятия предполагает комплексную рейтинговую и классификационную оценку платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Анализ результата финансово-хозяйственной деятельности предусматривает оценку важнейших показателей рентабельности и оборачиваемости капитала. Диагностика эффективности использования ресурсов сводится к поиску отклонений и воспользованию основных и обратных средств от нормативных значений с последующей декомпозиции анализа. Общая схема оценки различных показателей в процессе анализа финансового состояния предприятия, реализованные в структуре базы знаний экспертной системы, представлены в виде деливых целей, связывающих цели финансового анализа с значением финансовых показателей. Рассмотрим более подробную реализацию одной экспертной системы. Оценка финансового состояния предприятия может быть одной из следующих, отличный и оптимальный, но редко встречающийся результат, абсолютно устойчивое финансовое состояние. Все показатели удовлетворяют нормальным ограничением. Ухудшение финансового состояния по сравнению с предыдущим периодом деятельности не отмечено. Хорошее и нормальное финансовое состояние, чаще встречающиеся результат большинства показателей, удовлетворяют нормальным значением платежеспособности предприятия, в таком случае гарантированно. Удовлетворительно. Часто встречающийся результат, большинство показателей удовлетворяют нормальным значением или имеют место в незначительные отклонениях, может быть отмечены тенденции к ухудшению финансового состояния. Финансовые точки удовлетворительна. Неудовлетворительно. В допустимых пределах большинство показателей не удовлетворяют нормальным значением, Однако незамеченной тенденции к общему ухудшению финансового состояния могут быть лишь отдельные незначительные ухудшения по отдельным показателям, возможно постепенное улучшение положения. Кризисные предприятия на грани банкротства. Баланс абсолютно неликвиден, финансовые показатели не удовлетворяют нормальным значениям необходимой немедленной мегаплассонации предприятия. При проведении экспертизы необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятия, уровень и состав обязательств, уровень и состав собственных средств, общая тенденция развития предприятия, особенности вида деятельности предприятия, общие экономические факторы. Так, для получения итоговой оценки финансового состояния требуется выделить промежуточные этапы анализа. Оценка ликвидности – это анализ платежеспособности предприятия с точки зрения краткосрочной перспективы. Оценка средств предприятия, достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам, одновременного и бесперебойного осуществления процесса производства и реализации продукции. Оценка финансовой устойчивости представляет собой анализ точки зрения долгосрочной перспективы. Оценка финансовой обеспеченности из перебойного процесса деятельности в перспективе и степени зависимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов. Финансово устойчивое предприятие определяет соотношение основных и оборотных средств и величин собственных и взаимных источников их формирования. В заключение, что мы сегодня рассмотрели, внешний экономический анализ проводится внешними для предприятий субъектами, инвесторами, кредиторами, партнерами, поставщиками, аудиторами, налоговыми, таможенными службами, страховыми организациями и т.д. Для внешнего анализа используются интерпретирующие экспертные системы. Внутренний экономический анализ проводится внутри предприятий для выявления путей повышения эффективности деятельности. Для внутреннего анализа используются диагностические экспертные системы. Для интерпретации данных используются рейтинговые классификационные методы. Чем больше признаков оценки ситуации, тем предпочтительнее рейтинговый метод по сравнению с классификационным. Рейтинговый метод получения суммарной оценки ситуации по ряду независимых признаков при этом использует дезинктивный подход к построению правил. Этот метод не точно гибкий. Классификационный метод ситуации классифицируется как различные комбинации значений и признаков, при этом используется конъюнктивный подход к построению правил. Этот метод точно жесткий. В основе диагностики экономической ситуации лежит метод декомпозиции сверху вниз или дезагрегации в целые части. Переход от цели к анализу по цели производится в случае отклонения цели от нормативного значения. Спасибо за внимание.